Всем знакома поговорка «Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей». Я ее перефразирую. Не стремись к деньгам, обзаведись друзьями, имеющими мечты и преисполненными твердым намерением их осуществить. А теперь помоги им сделать это. Чем можешь, как умеешь, и любая, уже твоя личная мечта сбудется. Что такое мечта? Это категория, относящаяся к будущему, то, чего еще нет, но может произойти. Мысленный образ, спроецированный в перспективу. Первый шаг к цели, призванный принести удовлетворение, наслаждение, счастье. Вот мысль. Чистая, девственная, пустая. Как лист бумаги. Она обретает очертания, наполняется смыслом, превращается в нечто значащее для тебя. И, наконец, становится мечтой. Теперь придай мечте реальной формы и никому не показывай. Облачив искусственную обертку, которая никак не будет выдавать содержание. Бывает так, что это очень важно – хранить секреты. Написать на фантике можно что угодно, но главную тайну не выдавай. Так поступают многие. Так повелевает человеческая мудрость и опыт. Тогда мечта сбывается. Любая. Итак, есть мечта. Спрячь ее. Место, куда ее можно поместить на хранение – здесь. И вот, проходит совсем немного времени, сколько зависит от тебя и твоих друзей, от их числа, их решительности и веры. Проходит время и… С чего начинается любая мечта? С простого желания. Я хочу. Я вожделею. Я испытываю потребность. Возникает образ. Картинка. Мысль, обладевающая твоим сознанием. Занимающая фантазию и побуждающая к действию. Далее включается воля. Подталкивает к совершению тех или иных конкретных актов, ведущих к цели. Повседневная жизнь соткана из желаний. Большинство из них мы реализуем, не задумываясь, без всякого напряжения. Проголодались, открыли холодильник, включили микроволновку или пошли в кафе, ресторан, столовую. Решили обновить гардероб, отправились в магазин. Намерены успешно сдать экзамен. Засели за учебники, наняли репетитора. И так далее. От сиюминутных и обыденных желаний до высоких и значимых целей. Обзавестись семьей. Родить ребенка. Построить дом. Вырастить дерево. Сделать карьеру. Добиться всеобщего признания, славы. Самореализоваться. Изменить мир. Осчастливить других. Не всякая мечта может сбыться. Не на каждую цель хватает средств, сил, воли, времени. Да что там. Всей жизни. Если мечта в принципе реализуема и не представляет собой пустую и несбыточную прихоть, ее можно добиться. Особенно легко это удается, если тебе помогают судьба, обстоятельства, бог, высшие силы, фортуна. Иногда достаточно участия одного доброжелательного человека. Или сильной личности, спонсора, мецената, покровителя. А когда их много? Представьте, что вы попали в общество, где все только затем и собрались. Чтобы помогать друг другу, исполнять мечты. Каково, а? Ты стремишься получить те или иные знания, но не знаешь как? Зато знает другой и охотно идет тебе на выручку. Страстно хочется обладать вещью, которая тебе не по карману. И тут ты получаешь ее в подарок от совершенно незнакомого тебе человека. Включи фантазию. Приложи ее к конкретному своему желанию, вожделенной мечте и великой цели. И мысленно погрузи себя в общество отзывчивых, сильных людей, готовых и способных тебе удружить. Правда, любопытная получается картина. Вдохновляет? Еще бы. Добиться можно чего угодно, если есть желание, цель, намерение и помощь друзей. А кто такой друг? В данном контексте это человек, оказывающий тебе некую услугу, за которую ты его искренне благодаришь. Скажете, за все надо платить? Хорошо. Вы знаете, что такое подаяние? Приходилось класть монетку в шапку или ладонь, стоящего на паперте человека или бредущего вдоль улицы коллеги? Вам было жалко его? Вы сочувствовали ему, так ведь? Или только беспокоились о спасении собственной души? Надеюсь, что не только. Испытывали ли вы когда-нибудь порыв сделать что-то доброе и бескорыстное в своей жизни? Конечно, да. Так что понятие платы в этом случае кардинально меняется. Вы ничего не покупаете и ничего не продаете. Вы совершаете благотворительность. Отданная в дар монетка или вещь никак не повлияла на ваше финансовое положение. А протянутая споткнувшемуся собрату рука не отсохла ведь? Не могут называться платой или жертвой. Целительное слово. Моральная поддержка. Жест доброй воли. Милосердный акт. Ни в чем не обездолившие вас, но воспысившие духовно. Вы познали хоть раз внутреннее удовлетворение и просветление от содеянного? Безусловно. Значит, нам с вами по пути. Сюда. В сообщество. Кипи. Новое, молодое, темпы развития которого ошеломляют. Реальное виртуальное пространство сливаются воедино. Между прошлым, настоящим и будущим образуются крепкие мосты. Робкие грезы становятся вполне достижимыми целями, а слабые надежды – уверенно сбывающимися мечтами. Это своего рода клуб по интересам, весьма оригинально устроенный. Сообщество способствует освоению интернета, новых средств общения, объединяет все существующие социальные сети, стирает интеллектуальные, возрастные и географические границы между людьми, расширяет горизонты мира и возможностей каждого человека, притягивает противоположности, сплачивает, вопреки общепринятым законам, даже однополярные заряды личности, которые в иных условиях отталкиваются. Кипи консолидирует человечество, консолидирует вокруг понятия «мечта». Где-то в астральных пластах мироздания, в ноосфере планеты, прямо сейчас, на наших глазах, создается огромный ментальный потенциал, новый мощный эгрегор материализующей мечты. Есть ли смысл поучаствовать в этом удивительном процессе? Решайте сами. Рискнуть или понаблюдать со стороны? Помните, не ошибается тот, кто ничего не делает. И еще, если на заброшенный полустанок вашей судьбы нежданно-негаданно прибыл поезд под названием «Моя мечта» и начал стремительно набирать скорость, успейте хотя бы вскочить на подножку и крепче хватайтесь за поручни. С Богом, друзья! В добрый путь! Субтитры создавал DimaTorzok